Доклад мой будет кратким, может, не очень содержательным. Я просто думала, что разделить с вами какие-то мысли, которые у меня возникли по поводу журналистики и внешней политики, потому что я занималась обоими, и иногда интересно смотреть, какая там интеракция. И буду говорить на русском ошибками, но зато с удовольствием. Надеюсь, что ошибки прощаете. А начинаю действительно с эстетики. Это итальянский художник Франческо Краначи со времен Ренессанса. Я надеюсь, что видно более-менее. Живопись называется «Йозеп представляет своих братьев фараону в Египете». И он это рисовал где-то в конце 15-го, в начале 16-го века. Вот там начинал в 70-х годах 15-го, а закончил где-то там 503 или так. Как вы понимаете, то изобретение фотографии тогда осталось еще 300 с чем-то лет. Так что он рисует Египет, как он это себе представляет. Оригинал находится в музее Уфици во Флоренции. И когда я там это первый раз видела, я стояла долго и почти смеялась, потому что вот это для меня показало, как это по-человечески проецировать свою реальность на других. Вот итальянец рисует Египет, но дома, они там флоренцианские дома. Это архитектура Флоренции, а не Египта. Или вот смотрите, там вот это животное, по идее это, скорее всего, слон, но выглядит точно как великий кабан. Или это холмы там, это флоренцианские. Вот там, вокруг Флоренции точно такие. Так что это какой-то флоренцианский Египет. Флоренция с песком, вот песка больше, чем там по-настоящему. И это, по-моему, очень внешнеполитическая картина, потому что, как-то мы пишем о внешней политике или о других странах, у нас всегда есть риск проецировать на них свою реальность, свои какие-то стереотипы мышления, и думать, что это так работает и там. Хотя это не обязательно так. Иногда это даже может быть опасно. Вот одна история, тоже очень интересная. Во время августовского путча 1991 года весь советский политический флот, они вышли на море вдруг. И на них смотрели, смотрели со стороны Эстонии, как-то они видели, я даже не знаю, то есть Эстония не была независимой, разведки там не было, тем более электронной разведки, но как-то они знали, что корабли вышли на море. И в Тайлине все решили, что понятно, конечно, они там, чтобы предотвратить наш уезд в Швецию, чтобы мы не могли убежать, как в Советском Союзе всегда было. Смотрели на них в Финляндии, и все решили, что понятно, они планируют напасть на Финляндию. Смотрели в Стокгольме, там тоже что-то думали, не знаю, что именно, но точно что-то. А потом оказалось, что настоящая причина была совсем в другом. Окажется, что флот, когда они были в портах, они были подчинены местному командиру в Риге, а этот был путчистом, то есть он поддерживал путч. А этот главнокомандующий в Калининграде, он не поддерживал. И корабли все вышли на море, потому что когда они на море, они подчинены главнокомандующему, калининградскому, так что они выехали, чтобы не стать орудием в буче, чтобы просто остаться в стороне. Совсем другая мотивация. И эту историю я в эти дни иллюстрирую, использую для вас, чтобы иллюстрировать тезис, что этого недостаточно, если мы видим, что происходит, или если у нас есть какие-то e-mail, которые получили от хакеров, или откуда-то, или это digital forensics, это как бы дигитальное исследование, в чьей компьютере что делали. Это нам даёт только какую-то техническую картину. А для того, чтобы понимать, что действительно происходит, надо знать мотивацию людей, мотивацию действующих лиц, почему они делают то, что они делают. И с этим у нас очень большие проблемы. И в России, и теперь на Западе. В России думают, что Запад, что все как бы действия Запада нацелены против России, Запад хочет, там НАТО хочет окружать Россию, и так далее. Но вы знаете всю эту логику, я повторить не буду. А теперь и на Западе стало, что вот Россия хочет там какого-то хаоса, хочет развалить Европейский Союз, что Трамп якобы агент Москвы, что Иван Димофеев из Российского Совета по внешней политике является каким-то специальным советником Путина. Это ж глупости. Надо один раз видеть Ивана Димофеева, и сразу понятно, что он не советник Путина. Он просто порядочный молодой человек, который занимается наукой. И такие люди вообще советниками Путина не бывают в России. Надо знать, как Россия действует, кто есть кто, какие-то разные фракции, как все устроено. И не обязательно, что Кремль за всеми действиями. Есть еще и фрилансеры, то есть то, что делает какой-то Константин Малафеев в Монтенегро, это не обязательно, заказ от Кремля. Это скорее всего человек действует, чтобы потом пойти в Кремль и сказать, вот какой я хороший. Посмотрите, что я сделал. Теперь вот награждайте меня. А иногда не получится, иногда пойдет слишком далеко, и вместо награждения будет наказание. Так тоже бывает. А на Западе мало вообще понимают этого. То есть думают, что Россия какая-то монолитная, что там есть план за всеми действиями и так далее. И мой тезис в том, что Россия действительно опасна, по многим причинам. Но чтобы этим разумно заниматься, разумно ответить, нам надо понять, как Россия думает, а не демонизировать Россию. То есть если всем внушить, что Путин дьявол и хочет плохого, то я не знаю, правда ли это, нет, но это не важно. Надо понять, как он думает, чего он хочет, какие цели, какие средства, какое мировоззрение. А такого у нас мало. Еще очень интересно, как можно вообще понять информацию или понять то, что тебе говорят. «Стрикин, У меня тут пример такой довольно специфический и в каком-то смысле маргинальный, но я думаю, вам это будет понятно. Это из моей рабочей жизни, где-то вот 10 лет назад, да, как раз в 2008 году. Я работала в Далине, была заведующим институтом, и мы там организовали серию семинаров о России. Пригласили разных экспертов из России. Многие, кстати, тоже связаны со школой, хотя тогда еще не общались, но те же люди приехали. Алексей Маккаркин, Федор Лукьянов. Последний семинар у нас был в августе 2008 года, и приехали Светлана Сурокина и Ирина Ясина. Прекрасные люди, чтобы говориться в журналистике и истории, то есть исторической памяти, понимания истории. Но в августе 2008 года, как вы помните, была война в Грузии. И в Эстонии организовали большой концерт в поддержку Грузии на Бевчевском поле. И Светлана и Ирина прибыли, по-моему, сразу после этого. Так что вот первый вечер, когда они там были, они пообедали с Владимиром Юшкиным. Его вы не знаете. Он является тоже экспертом по России. Он сам русский. По-эстонски даже не очень говорит, но имеет таких принципиальных антибиотических взглядов. И они там втроём пообедали. И Владимир им говорил, что вот тут был концерт, и там было 300 тысяч людей. И в следующий день, но меня давно уже не было, в следующий день Ирина и Светлана, так как бы грустные, огорченные. Говорят, что да, Владимир, ну, прекрасный парень, но он нам врал. А кажется, там не было 300 тысяч. Там было 150 тысяч. И они действительно думали, что им врали. И поняли, что это не может быть так. И тогда я поняла, в чём дело. Эти люди думают в разных категориях. Потому что вот в России в то же время вот это была тема, сколько людей пришло на демонстрацию. И власти все, кто пытались сказать, что там почти никого не было, а оппозиция сказала, что там много людей. И это действительно была тема, и там действительно, то есть журналист, который честно, должен был как бы там цифры, как возможно, точнее передать. А в Эстонии, то есть таких дебатов вообще нет. Сколько людей пришли на демонстрацию, это не тема. А зато у нас есть представление, что как-то певческое поле полно людей, там 300 тысяч. Это со времён певческой революции 1988 как раз года, тогда там собирались на эти большие демонстрации за независимость. И кто-то высказал, что вот, там треть народа, 300 тысяч людей, потому что эстонцев всего миллион. Треть народа поместится на одну площадь. И это стало вот таким выражением, все это знают. И теперь как-то там полно людей, все эстонцы знают, а, значит, 300 тысяч. И неважно, сколько действительно, то есть это может быть 150, это может быть 350, это всё равно, 300 тысяч. Это есть наша цифра для певческого поля. И Владимир думал в этом категориях, а женщины из Москвы думали, что вот им врали. Так что это важно понять, врут ли вам сознательно, то есть врут действительно или нет. И мне кажется, что иногда это вот как раз самое интересное, когда вам говорят неправду, но при том не врут. за этим что-то стоит. За этим вы можете, если у вас есть время, потому что, ну, репортер такими делами не может заниматься, а комментатор может. Это откроет для вас какую-то другую вообще перспективу. Вы понимаете, если вы думаете об этом, может быть, задаете какие-то вопросы, вам понятно будет, как вообще устроен вот мир этих людей, каких мозг устроен, какие там существуют категории, почему они думают так, а не иначе, почему в таких категориях. И это важно. Это очень важно во внешней политике, потому что там есть какие-то универсальные принципы. Там, да, есть устав ООН и Харди ОБСЕ и так далее, то есть разные документы, за которыми мы вроде все подписали, но есть и локальные принципы. И особенно, если люди как бы идут против этих правил или делают что-то не так, надо понять, почему, а что у них в голове, почему они так, потому что это важно. Вот как Иван Крастев, тоже эксперт в школе, бульгарский философ и вообще один из самых лучших в Европе, он недавно сказал, и по-моему, очень правильно, если ты не понимаешь людей, ты вообще ничего не понимаешь. И это, по-моему, правильно. Дальше. Возможно ли объективная журналистика, объективный репортаж? Тут тоже есть разные понимания. Путин вам, конечно, сразу говорит, что нет, это невозможно, там нет никакой разницы между Нью-Йорк Таймсом и Россией Тудей, они все занимаются, все как бы в службе своей агенты, агента правительства. это не совсем так. Это точно не так, на Западе это точно не так. Но, с другой стороны, сказать, сказать, как вот в таких спорах, это очень бывают такие черно-белые, как-то об этом спорят, люди из РСИ говорят, что у вас такая же журналистика, люди из Запада говорят, нет у нас совершенно объективная. Но я думаю, совершенной объективности действительно не бывает и быть не может, быть не должно. Почему? Вот вы представляете, например, себе ценностную нейтральную новость об убийстве. Такие, кстати, были. В конце 90-х в Москве была альтернативная газета английскоязычная, «Эксайл» называлась, скандальная такая, раздражала многих людей и в России, и на Западе. И у них рубрика криминальных новостей была как раз такая. Они там передали новости о разных убийствах в разных регионах России, но они вместо как бы морального принципа, они фокусировались на мастерство исполнения, убийца глупый или умный, как он это сделал. И вышел какой-то ужасный критерий, конечно. Для них это и было целью, но для меня потом я поняла, что это докажет, что какая-то такая совсем объективная, нейтральная. это невозможно, это не по-человечески. Ценностная система должна быть. Без этого не то, что журналистом нельзя быть, человеком нельзя быть. У каждого есть своя как бы ценностная система. Что по нашему мнению хорошо, что плохо, куда мы как-то, какие наши цели, что мы вообще в жизни хотим, почему мы делаем, что мы делаем. Она всегда есть. Без этого не бывает. А что касается журналистики, почему в те времена Запад писал о России, как писали, это потому, что думали, что мы находимся в одной ценностной системе, что Россия тоже хочет стать частью Запада. И это сама Россия так говорила. Это была политика Ельцина, номинальная политика Ельцина с самых ранних лет, что Россия тоже будет частью Запада, теми же ценностями. И он это, я думаю, искренне верил. Только потом оказалось, что это все не так просто, там какая-то политическая выгода, и эти принципы были несовместимы, и так далее. западная ценностная система была той призмой, через которую западные журналисты передали события в России в основном. Эксайл не так, они смотрели на мастерство исполнения убийств, а другие да. Так что там есть объяснение, и по-моему, вот интересно, как сейчас каково в принципе вообще подход должно быть, потому что сейчас путинская Россия довольно четко сказала, что они таким, как Запад быть, уже не хотят. Страна другого рада. Ладно, ваше решение. Это надо уважать. А как уважая этот выбор России, ну, или Путина, как при этом писать о России, ну, не совсем еще понятно. А вот эти ценностные системы, они все-таки важны, чтобы понять людей, и в том числе, чтобы понять лидеров стран, самых влиятельных людей, потому что вот есть такая марксистская парадигма, часто думают, что людей мотивируют деньги, что вот они хотят зарабатывать, разбогатеть, что вот там делают для этого что-то. Я думаю, это совсем не обязательно так. Вот это как бы такое мышление может быть какого-то начинающего олигарха, а люди, которые действительно богатые, но я их знаю не очень многих, но некоторых, и ими не мотивируют деньги, потому что деньги у них уже есть, и миллиард больше, меньше, это не имеет значения. Что их мотивирует? Это сделать что-то в мире, в жизни. то есть их мотивирует значение. И то же самое, я думаю, и с Путиным. То есть в Западе есть сложное представление, что мотивирует Путина, это чтобы как бы богатеть. У него там говорят 40 миллиардов уже есть, но он обязательно хочет еще больше. То есть, ну слушайте, я этого не верю. Вот я мне кажется все таки люди другие. Люди не такие, как тут вот дракон смаук, который собирает кучу желота, просто чтобы на этом лежать и спать. Да, у людей деньги для того, чтобы делать с ними что-то. Деньги не сама цель. Если деньги есть, надо ими пользоваться в каких-то разумных целях. то есть разумных по мнению этих людей. И для Путина, и для Чорча Сороса эти цели, конечно, очень разные. Но все-таки у обаих мотивация какая-то другая. Не то, чтобы использовать деньги, чтобы получить еще больше денег. Вот это я не верю. А наконец я хочу вам говорить вот об этом человеке. Это Юхан Бегель, мой бывший профессор из Тартусского университета. Теперь уже 10 лет его нет с нами. Но он был как бы отцом кафедры журналистики в Тартусском университете. Он родом из острова Сарема. Я тут уже. Так что мы так лично до университета не знали. Он воевал в Красной армии, а потом поступил в университет и начинал, в итоге как-то стал профессором, стал основателем кафедры журналистики, потому что он решил, что если все журналисты получают свое образование в партийных школах Москвы или Ленинграда, это ни к чему хорошему не ведет. Нам надо эстонская школа журналистики. И это действительно кафедра стала как бы оазисом в университете. Он был из Красной армии, там его коллега одна была ведущим гомонистом, и за их спиной у нас среди студентов было сплошное волнодумие. Мы занимались чем хотели. и это было прекрасное место и прекрасные годы. И он вот как-то его спросили, какой должен быть журналист, в чем вообще как бы работа журналиста, что это такое. он сказал, что журналист, вот как-то солдаты маршируют на параде, журналист должен быть как крайний справа, потому что он единственно смотрит прямо вперед, а все другие смотрят на генерала. Журналисту не надо смотреть на генерала, журналисту надо смотреть прямо в будущее и осмыслить жизнь независимости от власти. Ну и женщинам журналистам такие же правила. И еще он, что я сама помню, его самая последняя для нас лекция, ну когда я поступила в университет в 88-м году, это он уже мало преподавал, нам только один месяц, а в самом конце он нам сказал, знаете, если так бывает, что кто-то подойдет к вам и скажет спросить вас писать что-то с чем вы не согласны, знаете, не сделайте этого. И это со мной осталось, то есть на всю жизнь. Это вот такой катарсис прямо, да, такой момент, и почему я сейчас вернулась к тому, я понимаю, что я сама не имею морального права вам говорить, как журналист тоже действовать, и так далее, потому что моя жизнь другая. Вот я соблюдать этим советом, но мне не в полной мере удалось, потому что под простой причиной, что времена менялись, и так никто и не пришел спросить, чтобы я писала что-то, с чем я не согласна. Я ждала, ждала, не пришли. А у вас в России в поле может быть это. И я тут в удобном Лондоне, ну или то есть она не совсем удобна, но я не в состоянии дать вам советы этического рода, а он да, потому что он прошел через это. И он знал цену таких компромиссов, потому что это не так просто, что идешь на компромиссы, потому что ты какой-то слабый и плохой. Через компромиссы иногда можно было спасти студента от исключения из университета, или спасти кафедру, или газету. И это немаловажные вещи, потому что это важно, чтобы были нормальные структуры и в легальной среде. если все что хорошо будет подполь то это уже очень плохо. Так что надо пытаться все-таки во имя этого как-то действовать. Но его как бы вердикт итоговый все равно было, что не сделайте этого. и вот сейчас я думаю, что это может даже только не там репрессия со стороны власти или так далее. Это можно припонять и по-иному. То есть так точно, так все равно можно понять. Но я для себя иногда теперь думаю, что вот такие запросы, что-то как-то ну не то, что писать, а думать. Они поступят и не только от властей, но и вот у нас есть какие-то любимые способы мышления, любимые теории и так далее. А соответствуют ли они действительности? То есть надо смотреть все-таки вперед, а не на свою группу, на свой вот как бы вот этот пузырь и разделять только их взгляды. Надо все-таки да, смотреть вперед. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ